Песня и музыка воздействуют на человека на подсознании. И вот песню День Победы переделали на украинский язык, заменили слова, и довольно-таки она эмоционально звучит для многих жителей Украины, и люди, соответственно, как бы реагируют на всё это. И вот тут, как пишут в аннотации к этому видео, «Киньте это видео ватникам и сепарам, пускай их тупо разорвёт». Ну вот видите, даже тут вот пишут, что эта песня, настолько она эмоционально влияет на человека. Я в конце приведу ссылку, где вы можете посмотреть, потому что если в Фейсбуке, то тут не все зарегистрированы. И смотрите, тут комментарии 1100 комментариев, и поделились аж 44 тысячи, то есть в своих лентах новостей 44 тысячи распространила, и 9300 лайков. И вот в комментариях как оценивают. Включила на весь магазин 26 ответов. Слава Украине! Ну вот видите, эти все выражения уже, ну, вошли прочно вот в нашу жизнь, потому что если вот каждый возьмёт, для других стран может необычно звучит, а если вы возьмёте слава и название вашего государства. Ну то есть это звучит естественно. Ну вот так вот оно всё меняется, мировоззрение у людей. И пишут, что включать эту песню на отдыхе в Египте, в Турции. Ну вот послушайте, в конце видео будет ссылка, и под видео будет ссылка. Кто просит, чтобы сделали рингтоном на мобильный телефон. Вот так вот. Хотя, если всё разобраться, мир давно поделен с помощью религий. Религия – это политическая такая духовная надстройка, фактически, которая определяет мировоззрение. И вот в славянских странах действует религия с палестинских земель. То есть отрывает людей от земли, от ихнего прошлого, от ихней истории, когда у них было всё хорошо, до прихода, к примеру, этой религии. Потому что, когда много людей начинают думать или слушать, эмоции какие-то выражают, появляются мысли форма эгрегора. То есть это реально действует такое вот энергетическое поле. Так что тут вы подумайте вначале об этом, перед тем, как вдаваться в эмоции по поводу песен и всего остального. Тут, если посмотреть на религии, то смотрите, в мире религий таких крупных не так уж много, как они распределяются. Христианство – у 2,4 миллиарда, и свам – 1,9 миллиарда, атеисты – 1,2 миллиарда, индуизм – 1,15 миллиарда, это в основном Индия, буддизм – что-то тут 521, китайская народная религия, этнические религии, ну что-то тут непонятно с Китаем. В Китае – 1,5 миллиарда, что там атеистов сильно много, их отнесли сюда в 1,2 миллиарда, часть и буддизм. Но вот смотрите, если открыть карту, вот фактически, как это все происходит, вот мы чуть увеличим, вот это является основным, о чем мы не задумываемся, что у каждого, вот смотрите, и что местная религия, вот местный значочек, фактически тут где-то они чуть-чуть, эти местные религии, тут вообще вот раз, два, а все остальное завоевано другими религиями. Христианство, в разных католики, протестанты, тут их объединили в христианство, в общее, для наглядности. Смотрите, весь мир покрыт христианством. Буддизм, вот тут вот очаги, индуизм, ислам, вот зелененький, вот как-то поясом идет вот таким, вот видите, как ореол распространения. А фактически все изучают историю палестинского народа, ихнюю мифологию, как там они и египтян вырезали, и все остальное. Вот это прививается, и потом мы удивляемся, почему у нас все происходит так, что землю, к примеру, идет к распродаже в Украине, люди безразлично к этому относятся, потому что они все волнуются за вот эти земли, палестинские, за ту историю, изучают они историю своих земель. Поэтому думайте, в том числе, ну музыка, это, конечно, сильное воздействие, тут ничего не скажешь. Надо, конечно, славянам иметь, искать общие точки соприкосновения. История у всех стран большая, а весь мир настроен против славян, потому что они видят в этой, как бы сказать, расе, или в этой общности народов, такие человеческие качества, которые превосходят другие, вот так вот мне кажется. И поэтому вот такое идет борьба. И эта борьба идет уже тысячелетия, и поэтому и думайте, ищите свое место в мире, и считайте это все, как бы таким напоминанием, что нужно всегда думать перед тем, как принимать какие-либо решения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!